Сознательность выходит на первый план. В столичных ресторанах все меньше заказов. Из-за боязни коронавируса некоторые горожане решили перенести свадебные торжества и другие празднования до лучших времен. Кто-то вообще отменил застолье, мотивируя это тем, что боится не только за себя, но и за всех родных и близких, кто может стать жертвой инфекции, посетив их мероприятия. До марта месяца банкеты у нас проводились почти не каждый день, но через день у нас обычно банкеты проходили. Но сейчас, на данный момент, возможно, из-за коронавируса количество банкетов у нас уменьшилось. Даже некоторые пары, которые хотели провести свои мероприятия, свадьбу в этом месяце, они отменили. Но, скорее всего, это связано с тем, что сейчас в мессенджерах и в новостях и везде распространяют информацию, что нужно избегать массового скопления людей. И, скорее всего, я думаю, что с этим связано. Каждый день, независимо, банкет есть или банкета нет, у нас производится и генуборка, и все вот эти вот мероприятия. Накануне правительство распространило постановление о том, что вслед за отменой массовых культурных мероприятий, концертов, спектаклей и народных гуляний, а также семинаров и конференций, кыргызстанцам следует отменить свои личные торжества, если они предполагают большое количество гостей и участников. В Кабмине тонко намекнули, что эти рекомендации носят добровольно принудительный характер и было бы лучше, если бы граждане к ним прислушались. Между тем, многие ответственные горожане считают, что это вопрос национальной безопасности. А значит, правительству нужно проявить волю и вместо рекомендаций вести строгий запрет на всякого рода личные празднества. Я думаю, правительство, не боясь, должно поступать, что категорически надо запрещать, в том числе и то, и всякие свадьбы, или поминки, всякие мероприятия. Я вчера где-то читал, что в какой-то стране запрещено, что более 30 человек не имеет права проводить всякие мероприятия. Поэтому у нас тоже должен вступать в силу такой указы. Другими словами, худо без добра не бывает. И, возможно, отказ от пышных свадеб и торжеств в нынешних условиях поменяют отношение кыргызстанцев к этой традиции, сопряженной с расточительством и иногда приводящей в долговую яму. Я думаю, уже сознание людей резко поменяется и они, я думаю, пойдут в сторону цивилизации. Настоятельно порекомендовали временно прекратить проведение пятничного намаза и представителям муфтията. Однако в духовном управлении мусульман отмечают, что запретить горожанам приходить в мечеть они не могут. На сегодняшний день горожане продолжают приходить на пятничный намаз. Муфтията сообщают, что в целях предупреждения коронавируса в мечетях каждую пятницу начали проводить дезинфекцию, а также начали рассказывать прихожанам и ученикам медресе о мерах защиты от различных вирусов. Музыка Разъяснительная работа не единственная, с помощью чего священнослужители пытаются бороться с коронавирусом. На днях Духовное управление мусульман Кыргызстана в центральной мечети Бишкека провело обряд жертвоприношения. Религиозные деятели рассказали, что обратились к Всевышнему с просьбой не допустить распространение коронавируса. Мясо двух буков раздали пожилым людям, сиротам и нуждающимся семьям. Этот обряд направлен не только для недопущения коронавируса, но и других болезней в нашей стране. Таким жертвоприношением мы просим у Всевышнего сохранить здоровье и жизни кыргызстанцев. Так называемый тюлю мы планируем провести во всех областях. Уже провели в Джалабаде, Ашей, Нарыне. Сегодня этот ритуал совершил священнослужители Высокольской области. Напомним, 21 марта традиционно организуемые по всей стране празднования отменены. Конно-спортивных игр на Норус также не будет. А вот деятельность артистов, к сожалению, контролировать правительство не может. Это частные лица, которые зарабатывают своими выступлениями. Остается только уповать на их сознательность и понимание, каким серьезным последствиям могут привести заполненные людьми залы.